Добрый день уважаемые дамы и господа с вами Константин Белый и наша рубрика доктор баня по белому сегодня мы поговорим о венике в бане потому что веник это один из важнейших инструментов в бане хотя ну не все понимают прямое его назначение есть люди которые думают что веник это нужен для там ударных техник по массажу есть люди думают что веник нужен для того чтобы лечить реально веник ведь сделан из лечебных там трав деревьев и лечение с помощью фитонцидов которые находятся в листе очень даже считается благотворным вопрос как вы это применяете как вы это делаете и тут в первую очередь вы должны для себя выбрать необходимый веник почему потому что веник в бане вообще-то нам нужен в первую очередь вот чтобы вы не говорили там за пользу за все это для управления паром мы управляем паром веником и получается чем он удобен для этой техники тем лучше управляем паром прогреваем тело потом уже идут массажные техники и соответственно польза самого веника потому что веником вы можете ну как некоторые вообще стараются даже не касаться тела и такое так есть такие техники просто машут нагнетают обстановку и не нет есть ударные техники когда люди именно стараются промассировать тело а есть самое главное то для чего она и сделана это прогрев когда вы поднимаем вверх мокрый веник на него начинается конденсация пара он интенсивно прогревается и мы этот прогретый веник опускаем на тело прикасаем телу это может быть такие легкие хлестки или медленные такие задержкой действия это то что касается техники но вот люди говорят что все-таки ну а какой веник лучше тогда нужно смотреть что вам первую очередь если вам нужно управлять паром конечно лучше хороший лопастый веник у которого жесткий лист и он не отлетает ну в этом деле лучше дуба найти ну может там клен но опять же у клёна лист слабее держится чем у дуба вот много еще других можно перечислять там и ольха и даже тот же тополь ну тополь слишком у него кожистый лист и на нем ну влага не плохо держится быстро высыхает но это неважно самое главное что веник должен быть удобен для парения значит на им хорошо на нем нагнетать вот дуб в этом деле лучше та же береза у него листочки быстро облетают и вы ну до середины парения может быть и уже пустой веник это не говорит о том что веник березовый плохой это говорит о том что его могли плохо приготовить или просто интенсивно парили или заварили не так потому что некоторые кипятком обдают и соответственно в лист быстренько портится он как за заваривается по на прям по-настоящему и в таких случаях люди говорят но мы все-таки хотим береза нам полезно это и фитонциды все и можно заменить применяя дуб для парения мы берем шайку кладем ее веники тубовые заливаем их теплой водой замачиваем получается и сверху вырываем предварительно предварительно запаренные или листья или даже можно взять вот в аптеке вот такие вот березовые почки вот этой вот коробочки которая стоит меньше одного веника в два раза вот хватит на несколько заварок заварили и вылили туда где веник у вас замачивается великолепно вы получаете именно пользу березы вы получаете фитонциды березы и это вы все переносите на тело берите эту технику великолепно все получается при том что вы можете также вливать в запарник где вы наставите веник можете вливать любые растения и полынь там и в душицу и мяту и все что хотите при том что вы этим самым только расширяете ваши возможности в бане ваши лечебные возможности в ваши восстановительные возможности занимайтесь но изучаете что он подходит посоветит эти с врачом спросите какие травы вам лучше всего для вашей кожи для ваших легких для для ваших сосудов пока у меня все всем доброго